всем привет с вами мария и георгий флорариум планс и сейчас мы находимся в славном городе челябинске будем оформлять вот такой флорариум очень долго мы все собирались здесь и очень долго делали эту емкость в том числе но хотим отдать должное что прямо когда мы сюда зашли мы оценили качество с которым сделана эта емкость поэтому не показать это будет преступлением как мы видим размер высота флорариума если мне память не изменяет 2 метра примерно там плюс-минус 10 сантиметров длина 150 наверное где-то так и глубина примерно 60 ну то есть эта емкость достаточно большого размера сделана на полностью из каленого стекла дверцы распашные с распашными дверцами всегда тяжело поэтому здесь использовали технологию как мы делали свой первый террариум с распашными дверцами в аптекарском здесь использованы петли от душевых кабин они позволяют настраивать дверки так чтобы между ними не было зазоров и они держат более крепко чем обычные петли которые мы используем на маленьких объемах плюс здесь сделана достаточно мощная проточная вентиляция так как здесь не планируется животных то здесь перфолист внизу сейчас покажу очень хорошие удобные ручки вот изначально здесь планировали планировались орхидеи но так как мы очень долго собирались немножко все поменялось но тем не менее террариум можно под все использовать там наверху будут светильники достаточно большая вентиляция верхний короб на магнитах все это снимается в общем очень приятно прям смотришь и сразу видишь что вещь качественная такая тумбочка здесь внизу будут емкости для системы опрыскивания ну соответственно дно вполне себе стандартная сейчас будем собирать короб и хардскейп корж помаши всем дренажный короб дырки здесь из-за того что мы забыли фитинги поэтому пока будет свободное место потом вкрутим фитинги и дырки закроются вот кожа склеивая сейчас дренажный короб мы уже ушли от стяжек и давно пользуемся вот этим клеем минут через десять все это застынет и будет готова к использованию мы уже подключили свет здесь использован мини фермер с линзами 60 градусов всего 6 светильников а если кто сомневается о том хватит ли этого света или нет во первых тут есть диме диммеры и сейчас она выкручена на минимальную мощность ну наверное если сажать совсем светолюбилые пучку покровки может не хватить листья будут ну между узле больше листья покрупнее но так в общем света достаточно хардскейп мы собрали заранее в москве делали макеты собирали из пробковой коры значит внутри этих конструкций располагаются пвх трубы для дополнительной прочности и сейчас гоша запенивает внутри их можно вот посмотреть это тоже делается для дополнительной прочности чтобы ветки и сами стволы служили дольше соответственно на сегодня наверное это будет все потому что когда пена начнет сейчас вылезать их немножко поведет и завтра придется подправлять день 2 мы запенили окончательно все коряги как видите мы использовали здесь обычную пену в том числе для запенивания вот таких вот крупных стволов пену которую нанесли вчера в маленькие стволы уже высохла мы ее ободрали вчера мы еще установили светильники как мы уже говорили сегодня мы установили фитинги тут был отдельный танец с бубнами мы у нас была прекрасная экскурсия по челябинскому рынку строительному мы достали там всех но мы нашли фитинги вот ну собственно сейчас мы уже будем заниматься задней стенкой сегодня у нас по плану доделать ее и по идее завтра мы уже должны будем сажать растения и так как мы делаем заднюю стенку это технологию которую мы сейчас используем наиболее часто она гораздо быстрее чем технологии с силиконом и выходит но не сильно дешевле но с точки зрения моральных усилий намного дешевле и поскольку мы делали уже не один такой террариум у нас есть несколько работ уже там полтора примерно года год можно сказать что она точно работает видите вот такая штука агломерат пробковый мы его ломаем на куски наносим пену и в нее вжимаем этот агломерат получается фон рельефный относительно ну то есть если вы хотите потолще просто делайте потом несколько слоев либо изначально пены наносите больше во вторых он дышащий плюс агломерат прекрасный субстрат для роста растений и если изначально мы боялись что в таких условиях он будет сильно разрушаться и быстро то по факту он успевает просыхать в общем на нем все растет очень активно и весело и достаточно все это натурально выглядит сейчас попозже покажем поближе вот часть фона уже начали как это делается берется небольшое количество пены небольшой участок запенивается и дальше вот эти кусками агломерата закладывается как пазл получается вот такая стеночка по которой растут растения три четверти работы здесь доделано уже фон вырисовывается можно посмотреть как это должно выглядеть собственно завтра уже можно сажать растение на самом деле можно даже через шесть часов уже сажать растения но лучше дать пение окончательно высохнуть чтобы все было надежненько отключили систему опрыскивания немножко прибрались сейчас будет тест давай жги не знаю видно что нибудь высота видим большая нормально здесь мы использовали систему миус мини и я вижу три двойных и две динарных форсунки красота что ж мы завершили засыпали грунт до обрывали лишнюю пену проверили все оборудование запихали несчастные нель гели по дороге они здесь пока так для вида грунт мы использовали наш абагомикс лайт многие спрашивают чем отличается грунт абагомикс от абагомикс лайта смотрите классический рецепт террариумного грунта это абагомикс в него в его состав входят кора триферн сфагнум измельченный уголь и торф причем торф кислый сейчас конечно с кислым торфом никто не делает делает с нейтрализованным свое время мы пришли к выводу что в общем то при нормальной эксплуатации этого грунта можно обходиться без триферна там немножко другие пропорции но суть в том что состав изменяется только на то что у тебя четыре компонента вместо пяти это измельченный сфагнум мелкая кора уголь и торф мы специально несколько вариантов тестировали смотрели как растут растения вот поэтому больше чаще всего пользуемся им потому что он получается дешевле из-за отсутствия триферна служит он примерно столько же на самом деле ну и в общем свои функции прекрасно выполняет кстати прекрасный грунт для ароидных мы дома все цветы в нем тоже держим для ароидных сюда еще можно лавы добавить ну или какого-то разрыхлителя крупного амперлита к примеру для драгоценных орхидей он тоже хорошо подходит вот поэтому мы используем вот этот грунт в общем в основном сейчас нашего производства купить можно у нас магазине на сайте в группе на озоне везде сейчас пришло время сажать растения сейчас будем выбирать первопоселенцев время посадки растений растения тут не наши клиентки большая достаточно коллекция орхидеи и ароидных всяких эпифитов и наша задача максимально их распределить по террариуму поэтому сейчас будут какие-то и крупные растения на вырост ну в общем будет шкафчик зеленый с растениями не совсем соразмерными но на будущее чтобы им было сейчас хорошо пока они малышки циночка кафил красивый вот еще один лаказия не ригели огромная линии рога добавили немножко лианок для красоты с продолжим сажать ну что ребят мы посадили растения можно полюбоваться что же у нас в итоге вышло в основном здесь всякие эпифиты как мы уже говорили и ароидные ушло три листа агломерата 12 пен примерно 20 литров грунта и да и три белые монтажные пены для запенивания стволов 6 светильников с линзами 60 градусов ну форсунки да светильники все с диммерами пока они выкручены не на полную мощность возможно и не будут посмотрим как все будет расти форсунок вы сами видите двойные одинарные система опрыскивания миус мини все это крепится как обычно на решетку вы как мы видим здесь низкая тумбочка обычно мы не делаем ниже 50 сантиметров но это обычно связано с оборудованием здесь заранее это было обсуждено и сделали мы следующим образом в общем то в идеальном варианте здесь склеивается отдельная емкость в которую уходит дренаж и который используется для залива воды но пока здесь будет канистра впоследствии если ее захотят поменять то поменяют ну собственно канистра достается вот так наливается и убирается на место это у нас для слива дренажа здесь находится система опрыскивания и таймер таймер секундный и таймер минутный значит по поводу опрыскивания в итоге решили сделать здесь несколько получается 5 или 6 раз по 20 секунд это связано с тем чтобы турбулентностью вода не попадала вот сюда и не накапливалась вот здесь чтобы не портить ничего безусловно растение часть потом отсюда уйдет часть досадится до этого еще далеко возможно возможно к зимнему сезону понадобится уже вентиляторы сверху а возможно и не понадобится потому что вентиляция достаточно мощная внизу поживем увидим всем пока до новых встреч